Приветствую! Думаю, все вчера видели заявление Михаила Федора по поводу военного билета в ДИИ и повесток в ДИИ. Но данное видео посвящено не пересказыванию этой новости. Данное видео будет посвящено юридической оценке полномочий Михаила Федорова решать вопрос повесток в ДИИ. Итак, мы с вами знаем, что уже неоднократно Михаил Федоров говорил о том, что повесток в ДИИ точно не будет. Вот он выходил, успокаивал людей. А вчера он сказал интересную фразу, что, мол, возможно в ДИИ появится военный билет. Но, мол, я никаких подробностей говорить не буду, мол, пусть это скажет Минобороны, это их вопрос, а я промолчу. И здесь мы сразу увидели с вами что? Ну, попытку найти, скажем так, крайнего, да, на Минобороны списать все вот эти непопулярные решения и отстраниться. И потом же вчера появилась информация, официальная информация от Минцифры, что, мол, нет, Минцифры точно утверждает, что повесток в ДИИ не будет. Но вот здесь хочу поставить вопрос, а Минцифры и Михаил Федоров, а уполномочены ли они решать этот вопрос? Чтобы разобраться с этим вопросом, нам нужно понять, что такое ДИИ и чем регулируется ее деятельность, скажем так, да. И каким образом, на основании чего там появилось РНО КПП, появилось водительское удостоверение, появился паспорт? На основании каких документов? На основании решения Минцифры и Михаила Федорова или все же нет? Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, мы сейчас зайдем с вами на сайт ДИИ и найдем ответ на этот вопрос. На сайте ДИИ есть вот такой раздел «Paperless», и в нем есть подраздел «Законодательство». И вот давайте посмотрим, а что здесь написано. Этот раздел посвящен тем нормативно-правовым актам, на основании которых работает ДИИ. И вот смотрим, что же они здесь указали. Итак, первое, что указали здесь, вот про ЕПА «Спорты», да. И указано, что этот документ появился там на основании Закона Украины от 30 марта 2021 года. РНО КПП появился там на основании Податкового кодекса Украины. Дальше смотрим. ЕС «Видотство про народжение», «Постанова КМУ». ЕДОВИД КВПО, «Постанова КМУ». ЕСТУДЕНТСКИЙ, УЧНИВСКИЙ КВТОК, «Постанова КМУ». Снова ЕПА «Свичиня водия», «Постанова КМУ». ЕПА «Свитка на проживание», «Постанова КМУ». И вопрос, а чего мы здесь не увидели? Мы здесь не увидели приказов Минцифры. И мы с вами прекрасно понимаем, вот вернемся, да, закон Украины и кодексы. Кто принимает? Ну, Верховная Рада прекрасно с вами знаем. Постановы Кабмина. Может, постановы Кабмина может принимать Минцифры? Нет. Давайте оглянем для этого закон о Кабинете Министров Украины. Смотрите, что здесь указано. Вот есть 51-я статья «Принять акти в Кабинету Министров Украины». И тут написано, постановы та распорядження Кабинету Министров Украины приймаются на заседаниях КМУ шляхом голосования, большинство голосов от посадового склада Кабинета Министров Украины. И что же это все значит? А это все значит, что Минцифры и Михаил Федоров не издают непосредственно те нормативно-правовые акты, на основании которых работает ДИЯ. Минцифры является лишь одним из министерств. И его задача выполнять что? Правильно, постановление Кабинета Министров Украины и законы. Ну и, естественно, Конституцию. Но Конституцию не трогаем сейчас, она ДИЯ не регулирует. Итак, от чего зависит наличие повесток в ДИИ? Давайте разбираться, давайте подумаем с вами. Какими законами предусмотрена повестка в принципе на сегодняшний день? Законом о мобилизации, законом ОВО и ВС. Вот где указывается обязанность человека явиться по повестке. Также мы можем с вами вспомнить постанову 1487. Это постанова КМУ, где тоже есть у нас информация о повестке. И даже этой постановой 1487 утвержден бланк повестки. И что это значит? Это значит, что если сегодня Верховная Рада, например, в законопроект 10449, ко второму чтению внесет изменения определенные и решит, что должна быть электронная повестка в ДИИ, Да, вот сейчас они говорят о электронном кабинете, а что им мешает сказать, что этот электронный кабинет должен быть в ДИИ? Ничего не мешает. Верховная Рада вносит изменения в законопроект 10449, голосуют. И что дальше? А дальше министр цифровой трансформации, да, Федоров, должен будет, что сделать? Исполнить это решение Верховной Рады. У него другого варианта не будет, потому что это будет закон, который нужно выполнять. Либо же дальше на основании этого закона Кабмин примет новую постанову, либо в постанову 1487 внесет изменения. И что тогда? И тогда снова Минцифры должно будет просто технически решить эту задачу и выполнить решение Кабмина, выполнить решение Верховной Рады Украины. И все. И вот здесь мы говорим о чем? О том, что когда мы слушаем Минцифры, когда мы слушаем Михаила Федорова, который говорит, что 100% не будет повесток, мы должны понимать, что это не его полномочия решать, будут там повестки или нет. И, соответственно, то, что он говорит, особого значения в этом контексте не имеет. Почему? Ну, потому что мы говорили с вами. Верховная Рада приняла закон. И что, ты как министр не будешь выполнять этот закон? Или Кабмин примет постанову и скажет, все, повестки должны быть в ДИИ. И что, Михаил Федоров не будет выполнять эту постанову? Ну, он же, я надеюсь, законопослушный гражданин. И он должен будет выполнять эту постанову. И таким образом мы приходим к тому, что будут повестки в ДИИ, либо не будут, мы не знаем. Мы не знаем. И пока получить достоверную информацию, на самом деле, мы не можем, потому что нет у нас этих источников. Потому что мы не знаем, внесут ли такое предложение в законопроект 10.449, эти линии внесут, непонятно. С другой стороны, это принципиально, наверное, ничего не решает, потому что в соответствии с этим законопроектом, повестку можно человеку направить в электронный кабинет. Либо вот эта норма, которая предполагает, что тебе вымогу отправили, и даже если ты ее не получил, то считается, что ты получил, ну, она закрывает, в принципе, все вопросы, и нет такой острой, наверное, необходимости повестки в ДИИ рассылать людям. Как будет, мы узнаем с вами дальше, потому что, ну, мы здесь живем, мы за этим наблюдаем, и, безусловно, мы мы совсем с этим соприкоснемся. Друзья, на этом у меня все. Если вы считаете, что данная информация была вам полезна, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на YouTube канал, также приглашаю вас в свой Telegram канал, ссылочку на него вы видите сейчас на экране, и также она есть в описании к ролику. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok